Добрый день, дорогие друзья! Хорошего солнечного дня! Всем сегодня прекрасное утро! Как-то мне просили сделать выпуск по тому, что растёт в Сочи. Но это я уже потом поеду в Дендрариум, там побольше всего. Покажу немножко, что растёт у меня в саду. Это груши. В конце сада потом уже в следующий раз покажу. Тоже там есть виноград, хурма. Но вот такие прекрасные, восхитительные деревья, очень высокие. Также есть мандарины. Но они ещё зреют, ещё до конца. Видите, зелёненькие такие. Они поспели, они будут покрупнее, где-то вот такие даже. И да, будут зреть. Это такое милое дело. К Новому году мы оставляем специально некоторое количество мандаринов, чтобы не возле ёлки, а возле мандаринов отмечать Новый год. Очень экстравагантно, скажем так. В первое время для меня это было тоже так в шок. Апельсины кто-то спрашивал. Нет, не растут. Растут мандарины. Сейчас из такого интересного. Что ещё? Вот такие вот хорошенькие. Вот такие вот деревья. Мы где-то даже немножко корректируем, подстригаем, потому что ветки очень вот так вот активно растут. Тут уже побольше. Потом они прям будут такие рыженькие-рыженькие. Я люблю рыжий цвет. Сама в рыжий крашусь. Здесь немножко... А, даже, видите, какая-то тут улиточка сидит. Иногда кто-то грызёт, но потом, в принципе, дождь пройдёт, всё хорошо, всё в порядке. Ну, груши ещё твердоватые. Мандарины тоже ещё, да, зреют, спеют. Лавровый лист растёт. Ну, у нас в саду так ещё растёт и киви. Хурма растёт. Чуть подальше сад большой. Виноград растёт. Ну, что-то почему-то джарю немножечко. Тут вкус подвял. Покажу потом вам. Вот такой вот сад. Кому было интересно, кто спрашивал. Ну, акация. У них, как сказать, толку мало. Они очень колючие. Могу просто вам показать. Мы... Они красивые, но подстригаем, потому что и животные, и дети. Об акации... Ну, так сказать, можно порезаться. Вот такие вот. Очень острые. Сейчас покажу шипы. Видно, не видно? Видно, наверное. В общем, они как роза. Белыми цветами сейчас не цветут, но во все стороны растут. Очень и очень такие колки. Вот такие тоже, как семена, образуются. Также у нас дальше мандарины. Это тут очень удобно. Кошечки прячутся, играют под ними. Кошечки, собачки. Я тут на поющих чашах играю частенько с этой когтенью. Почитать хорошо. Ну, в такой жару нет. Но где-то в середине октября либо с утра до обеда еще как-то можно как раз что-то читать, заниматься какими-то своими творческими делами. Да, Киси? Мы кошечек любим, собачек. У нас поэтому животные гуляют во дворе свободно, спокойно. Комфортно. Вот так вот, друзья. Потом как-нибудь в Дендраре съезжу, покажу вам, что еще растет интересного. У меня еще что в саду растет? Мимоза, лавровый лист, виноград. Ну, много всего. Покажу тоже вам потом. Так что до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что для вас еще было бы интересно, что бы вы хотели посмотреть и узнать. Приезжайте в гости. Погода великолепная. Это сентябрь, конец сентября. Погода середина даже сентября. Просто супер. Плюс 27 градусов сегодня. Так что всем на море. Можно, кстати, на участке даже лежак поставить, позагорать. Тоже как вариант, когда уже надоедать, что-то почитать, книгу. Так что всегда найдешь, чем заниматься. Сад где-то немножко там обработать. Ну, кто-то где-то постоянно тут грызет. Ну, уже обрабатываем, конечно, сад. Так что вот такая вот красота. Очень вкусно они потом пахнут, эти кусты. Когда мандарины собираешь, что-то оставляешь. Но получается по-разному. То есть тут не один куст, тут еще, еще, еще кусты, да, видите. Сколько, не знаю, с одного дерева. Пару ведер-то точно получат, зато и больше. Они очень высокие, не всегда просто даже дотянешься до верхушки, да. Вот такие вот мандаринчики, друзья. Всем отличного настроения.